Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси Господи. Время Оно. Приходящий Иисусове, по ним и доста два слепца, зовущий глаголюще, помилуйны Иисусе, сыне Давидов. Пришедши же ему в дом, приступиста к нему слепца и глаголы има Иисус. Верует ли я, ко могусь я сотворите? Глаголуста ему, ей Господи. Тогда прикоснусь я очи их глаголя, поверивая буди вам. И отверзу статься очи има. И запретимый Иисус глаголе, блюдито, да никто же увесть. Он, а же исшедше, прослависто его по всей земли той. Тем же исходящима, се приведоши к нему человека немобесноема. И изгнану бесу проглагола немый. И дивишися народе глаголюще, як они калижи и висят ака во Израиле. Фариси же глаголыху, о князе бесовстимы сгонят бесы. И прихождаши Иисус грады всей веси, уча на сонмищах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и целя всяк недуг, и всяку язю в людях. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня воскресенье, 27 июля, и мы с вами читаем Евангелие от Матфея, 9 главу, 27 по 35 стих. Сейчас давайте найдем с вами это место в русском переводе Нового Завета, откроем и послушаем, как звучат сегодняшние евангельские строки. Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовало двое слепых, и кричали, «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус, «Веруете ли, что Я могу это сделать?» Они говорят Ему, «Ей, Господи!» Тогда Он коснулся глаз их и сказал, «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их. Иисус строго сказал им, «Смотрите, чтобы никто не узнал». Они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к Нему человека, Немого бесноватого. И когда бес был изгнан, Немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил, «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили, «Он изгоняет беса в силу князя Бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их проповеду Евангелия Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Такие ангельские строки в сегодняшний день мы слышим. «Слепые Господь». Толкователи говорят, что человеку легче остаться без ног или без рук, нежели быть слепым. Ну, в общем-то, оно и понятно. Слепой человек вынужден пребывать в постоянной тьме. Хоть и говорят, что у людей слепых или глухих как-то обостряются другие органы чувств. Чувствительность в руках какая-то появляется особая. Но это тоже, наверное, не вмиг, не сразу происходит. И опять же, это не заменит того, что видим мы, люди зрячие. Мы видим свет, который отражается и несет нам понимание, знания о окружающем мире. А человек слепой вынужден страдать, страдать всю свою жизнь. И никакие чувствительные пальцы ему не могут в этом смысле полностью помочь. Тем более в те далекие времена, времена, когда человечество жило довольно эгоистично, что ли. Но не то, чтобы сейчас что-то сильно изменилось. Но христианство, что ведь еще миру дало, это понимание, что оно заботится о ближних своих. Заботится. Причем не только о ближних своих, как о родственниках, друзьях близких. Нет, что всякий человек может быть ближним. Господь четко об этом учил. Вот это оно вошло в понимание, особенно нашей европейской цивилизации. Отсюда есть вот этот институт социальной помощи. Из этого платятся людям и пенсии, и есть какое-то медицинское обслуживание. Мы с вами знаем, что нередко бывает образование, бесплатное бывает. Это все ведь оно отсюда. Это забота о ближнем. А вот тогда такого не было. И вот эти вот люди, зачастую, если не было рядом родственников, способных о них заботиться, как они жили. Вот ладно, если у человека еще какое-то ремесло было, что вот так вот руками можно было что-то делать, а у кого нет. Скажем, например, рыбак стал слепой. Что он может делать? Сети вязать, чинить максимум. А рыбачить он уже не может. Ну куда вот он поплавил? Что он увидит? На что он будет ориентироваться? И вот они были в такой проблеме, просили милостыни, нуждались в постоянной человеческой помощи. Несомненно, мечтали о том, что, может быть, когда-нибудь кто-то сможет им помочь. И вот здесь, услышав о Христе, идут за ним и кричат. Все, смотрите, что кричат. Помилуй нас, Иисус, сын Давидов. И что нам не напоминает? Есть молитва, которая очень-очень похожа к Господе Иисусе Христе, Сыне Божий. Помилуй мя, помилуй нас, помилуй мя грешного. Ну, здесь слова, быть разными, суть одна и та же. Отцы говорят, что здесь нам в Евангелии как раз показывается такой пример этой правильной молитвы, прощения к Христу. Называют сыном Давидовым. Сыном Давидовым называли как раз Христа. Именно что-то, потому что верили, что из рода царя Давида явится миру Христос. То есть вот здесь вот эти два слепых человека, услышав о Иисусе, они исполнены верой, что вот он и есть. Просят милости, помощи. Понимая, что человек не может помочь, просит милости у Бога. Видим, что вот эта их молитва, она является молитвой правильной. Она идет от их сердца. Что сделал их способными для такой молитвы? Вот мы с вами тоже ведь очень много молимся, читаем правила в храме, часто бываем. Но зачастую мы чувствуем неудовлетворение, души наши остаются пустыми. Почему? Молитва неверная зачастую. Оставаясь гласной, в лучшем случае словесной, не приходит в наш ум, не наполняет наше сердце, не пробуждает наш дух. Эта встреча с Богом часто в нашей жизни так и не происходит. А если и происходит, то для нас совершенно незаметно. Или мы не можем ее удержать. Бывает, что молитва там, она связана с какими-то эмоциями, переживаниями. Но это всегда очень стихийно происходит, и мы не можем это воспроизвести по собственному желанию. Это ведь факт. А вот здесь, видимо, их молитва, она действенна. Их вот эта настойчивость в молитве, то, что об этом тоже здесь говорится. У их какого-то даже где-то бесстрашия. Ведь, наверное, находились те, кто говорил им, что вы кричите, сколько можно, зачем вы его называете сыном Давидовым. Могли найти такие вот фарисеи, которые пытались бы закрыть им уста. Но нет. Их молитва, она действительно правильна. Она идет оттуда. Что их сделать способным для такой молитвы? Один из ответов, вот та болезнь, та скорбь, которая была у них. Господь ничего в жизни просто так не делает. И не допускает нам ничего, чтобы нам могло повредить. И вот зачастую болезни, которые нам Богом попускаются, они являются для нас вообще благом. Конечно, это не значит, что мы должны их искать. Хотя где-то, вот ты изучаешь опыт святых и видишь, что просили святые, чтобы болезнь длилась, чтобы не происходило облегчения. Потому что в определенный момент человек, живущий духовной жизнью, он начинает видеть вот то великое благо и пользу от скорбей, которые в жизни по попущению Божьей с ним происходят. Человек видит руководство Богом собой в этой жизни. Так вот и здесь, страдая от слепоты своей, они стали способны для такой молитвы. Слепые ночами своими, физическими, они были зрячие душой своей. В отличие от многих зрячих глазами обычными, находящихся вокруг. Вот и кричат, идут за ним, просят о милости. Приступают к нему в неком доме, говорит им Господь, верует ли, что я могу это сделать? Знал ли он, что они веруют? Несомненно, знал. Их ответ нужен был здесь для окружающих, чтобы другие вот как пример могли это воспринять. Они говорят, что да, Господи. Тогда он коснулся глаз и сказал, поверь ваше, это будет вам. Поверили, получайте. Вот то, что может коснуться каждого из нас, если наша молитва будет такой же. Если наша вера будет такой же. Неотступный, горячий, верный Богу. Вот дальше тоже момент такой. Господь им говорит, смотрите, чтобы никто не сказал, не узнал. А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Ну, здесь вот толкование есть такое, что если бы Господь здесь воспользовался своей божественной властью, запретил им говорить, ну что ж, они были слепы, стали бы немые. Но вот здесь нет. Он опять же нам объявляет пример скромности, что не ищи человек наградой. Ты сделал доброе дело, не желай, чтобы кто-то тебе рассказывал. Конечно, понимал, что это не смогут удержать себе. Их обязательно будут спрашивать, ну ведь вы были слепы, кто же вас сделал зрячими. Ну как им было ни рассказать, ни поделиться радостью. Не будем здесь искать какого-то злого умысла в их словах. Еще потому, что в то время не было вот этого озлобленного отношения со стороны фарисеев, книжников ко Христу. Еще он не был изгнан из синагоги. Еще не было решено, что вот отлучать от синагоги всякого, кто исповедует его. Еще не была за ним вот объявлена эта охота. Они просто делятся здесь своей радостью. Ну дальше мы видим, да, приводят тут же человека, немого бесноватого. Немота является следствием именно вот беснований. Господь сгоняет беса, сгоняет, ну как тут, Бог-творец, а тут падший ангел, что он может против вообще сделать? Ничего. Народ удивляется, удивляется, видя явление такой силы, такой власти. Власти, что достаточно слова, не нужны никакие ни обряды, ни ритуалы, какие-то вот сложные действия, чтобы вот этот бес как-то был вынужден выйти, вытолкнуть его с человека. Нет, хватило одного слова, вот этого скромного, Иисуса из Назрета, скромного, не стремящегося ни к какой власти, ни к величию, ни требующего к себе какого-то почитания. Вот этот вот скромный, круткий человек тихо повелевает и беззлобный, могучий дух, он вынужден выходить, он ничего сделать не может. Ну, опять, видим, находится безумство среди фарисеев, говорящих, он изгоняет беса в силу князя Бесовского. Ну, что здесь еще скажешь? То, что признать, что Христос, Бог для них, ну, было уже, видимо, ну, совсем уж никак. Не согласно с их представлениями, с их ожиданием, с их переживаниями, вот такую нелепость придумывали. «И ходил Иисус по всем городам и селим, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, целяя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Вот такие евангельские строки мы с вами прочли. Братья и сестры, читали мы Евангелие от Матфея, Главу 9, с 27 по 35 стих. Напоминаю всем нам необходимости чтения Священного Писания, ежедневно хотя бы по одной или по две главы. Благословение Господне, да, пребывает со всеми нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова